Дедлий плейн-крэш в Френч-Алпс Дистурбинг нью-детейлдс from flight 9525 Финал моментс of the German wings 9525 It would be extremely painful You're a big guy For you Привет, интернет! Думаю, многие согласятся, что в наше время мемы – самый простой и действенный способ распространить информацию. С помощью мемов даже самый заядлый маргинал из глубинки может проснуться звездой, а расстроенная тем, что на фансходку никто не пришел девочка, получить многомиллионную поддержку со всего мира. Но зачастую мемом становится инфоповод, в котором и шутить-то не на чем, но интернет всегда найдет, над чем иронизировать, особенно если катастрофа становится объектом обсуждения конспирологов. Итак, сегодня я вам расскажу, что такое бейн-постинг и как он связан с крушением рейса 9525 авиакомпании German Wings. А перед началом настоятельно советую подписаться на мой канал, новые видео выходят регулярно каждую неделю, и это поможет тебе не пропустить новый ролик. Также можешь заглядывать в мои другие соцсети, я там появляюсь чуть-чуть чаще. Для начала хочу напомнить вам, что такое мем, а то, судя по комментам под видео про скинлокеров, где многие, мягко говоря, негативно отнеслись к тому, что я назвала их мемом, интернет подзабыл истинное значение термина. Мем – это идея, символ или образ, которые быстро распространяются от человека к человеку. Первый термин обозначил Ричард Докинс. Привет всем из 2015-го, кто так же, как и я, при прочтении «Бог как иллюзия» не понимал, почему он использовал слово «мем» на серьезных щах. Так вот, он сравнил мем как единицу, значимой для культуры информации, и ген, из которой состоит биологическая информация любого живого организма. Докинс даже вывел теорию, меметику, о том, что культура эволюционировала и продолжает эволюционировать по аналогии с человеком в теории Дарвина. Поэтому для всех, кто не хочет осознавать, что мем равно культура, поясняю. Мемы – это не всегда шутеечки. Просто что-то смешное или ироничное вы с большей долей вероятностью будете пересылать своим друзьям, тем самым распространяя информацию дальше. Да, даже картинка с котенком-невдупленышем – информационная единица, хоть и не несущая в себе образовательный характер. Информация не всегда должна быть полезной. Очень хороший пример – реальное фото черной дыры, сделанное НАСА в 2019 году. Событие, мягко говоря, грандиозное. Но что бы вы с высокой долей вероятности переслали своему другу? Статью НАСА? Или ту самую мемную картинку? Я сама к своему стыду впервые столкнулась с этой новостью в ленте ВК. И это был мем. Благо, моя заинтересованность астрофизикой направила меня читать новости. А представьте, сколько незаинтересованных людей пропустили научные статьи мимо, ведь вполне достаточно было узнать новость из медиа. И я вам больше скажу. Они правы. Информацию они получили, причем максимально быстро. Кто-то все еще сомневается в том, что мем равно культура? Да, гачи-ремиксы тоже культура. Как и скинвокеры. А всякие «Узбогуйся» и песни разными голосами культурное наследие. Понимаю, не всем нравится, что наше поколение оставляет потомкам огромное количество информационного мусора, а не великие шедевры. Но успокою вас. Я более чем уверена, что даже во времена Пушкина были всякие рафлянычи. А сколько там было низкопробных романов для дворянок, не сосчитать. Однако до нас дошли те произведения, которые сейчас считаются классикой. С базой мы ознакомились. Пора вернуться к приколам. В начале декабря 2011 года в сеть просочился отрывок из выходящего на тот момент супергеройского блокбастера 2012 года «Темный рыцарь. Возрождение легенды». В прологе агент СРУ, которого играет Эйден Гиллен, угрожает трем мужчинам с мешками на головах на борту движущегося самолета, объясняя им, что первый, кто предоставит информацию, не будет выброшен. Первые двое мужчин молчат, но третий начинает говорить глухо звучащим голосом. Сняв мешок, агент СРУ обнаруживает, что загадочный мужчина оказывается Бэйном, которого играет Том Харди. Злодей в ходе диалога раскрывает свой злодейский план, что планирует разбить самолет. Собственно, это он и делает с помощью своих соратников, прежде чем сбежать. 11 декабря 2011 года аудиофайл с прососившейся сценой был размещен на доске Фо Чан, посвященной телевидению и кино. Фрагмент содержал следующий диалог между Бэйном и агентом СРУ. «Если я сниму ее, ты умрешь?» «Это было бы очень больно. Ты большой парень. Для тебя». Вскоре комментаторы в трейде начали тщательно изучать последние две строчки диалога, так как некоторые неверно истолковали цитату Бэйна. «Это было бы чрезвычайно больно. Для тебя». Как двусмысленную, с наводящей на размышления коннотацией. То есть «Я большой парень. Для тебя». Впоследствии фразу «фо Ю» заменили на «четыре Ю» или вовсе на «четыре буквы Ю». Отечественные локализаторы, как обычно, все испортили. И персонаж Эйдена Гиллина вместо заветного «ты большой парень» сказал «ничо потерпишь». Наверное, поэтому мем не дошел до русскоязычной аудитории. Однако «мимо меня» не пройдет ни один мем, даже если прошло более десяти лет. Вся прелесть и абсурдность сцены в том, что диалог изначально строился с двойным смыслом. Персонаж Эйдена Гиллина обозначается как безымянный агент СРУ. Более того, он и есть собирательный образ самого агентства. То есть «фо Ю» одновременно заканчивала первоначальную фразу Бэйна «это было бы очень больно для тебя», а вместе с этим продолжает фразу «ты большой парень. Для тебя». Тем самым давая понять, что СРУ он не по зубам, для них он большой парень. Однако из-за пафосности диалога люди в жизни так не разговаривают. И какого-то романтичного налета сцена в самолете стала мемом. Интернет любит гомосексуальный юмор, поэтому все, от ЮО-щиков до фанатов Гачи, использовали Бэйн-постинг при любой подвернувшейся возможности. Это все, конечно, весело, но при чем здесь крушение самолета? Для начала я все-таки введу вас в курс дела. 24 марта 2015 года в 10.01 по местному времени рейс 95-25 компании «Джерман Винкс» вылетел из аэропорта Барселона-Эль-Прат в Дюссельдорф, Германия. На борту находились 144 пассажира и 6 членов экипажа. Примерно в 10.40, менее чем через час после начала полета, авиадиспетчеры во Франции сообщили, что они потеряли связь с самолетом, после того, как сигнал транспортера пропал без вести над французскими Альпами. Впоследствии оказалось, что самолет потерпел крушение. Причиной стал второй пилот Airbus A320-211. Он умышленно вызвал крушение, в результате чего на этом рейсе погибло 150 человек. Андриас Любец присоединился к «Джерман Винкс» в сентябре 2013 года после окончания летной школы Люфханса. На момент крушения у него было всего 630 часов опыта. Второй пилот Андриас Любец, умышленно спровоцировавший аварию, молодой человек, у которого ряд психических проблем, таких как депрессия и бессонница. Его психиатр порекомендовал ему не работать и дал справку, в которой говорилось, что он не должен летать. Однако он скрыл этот факт от своего работодателя и продолжил деятельность. Хотя его семья, друзья и соседи описывали его как забавного и спокойного человека, расследование показало, что он серьезно страдает психической нестабильностью. Выяснилось, что на самом деле он спланировал аварию еще до полета, обозначив дату как день принятия решения. Расследование также обнаружило в его доме множество записок, большинство из которых были психологически тревожными и вредными для здоровья. В день крушения он вел себя вполне нормально, делал все как обычно. Он и другой пилот самолета, Патрик Зоденхеймер, отвечали за полет. Они вылетели из аэропорта Барселоны и набрали крейсерскую высоту. Через некоторое время Патрик сказал, что ему нужно в туалет и покинул кабину, передав полный контроль над самолетом Любецу. Любец незамедлительно привел свой план в действие, начав с запирания двери кабинки. Затем он изменил настройки автопилота, установив крейсерскую высоту на 100 футов. Самолет стал стремительно терять высоту и набирать скорость. В этот момент французская служба управления воздушным движением заметила изменение высоты и попыталась связаться с пилотом. Любец не отвечал ни на одно предостережение службы УВД и продолжил снижение. Через несколько мгновений Зоденхеймер вернулся из туалета, пытаясь открыть дверь кабины. Однако его код безопасности отклонился, и он не смог выйти. Он пытался заставить Любеца открыть дверь, но он не ответил ни на одно из его слов. В этот момент летный экипаж и пассажиры тоже поняли, что что-то не так, и что самолет начал терять высоту. Первая волна паники охватила пассажиров, но никто не знал, что делать. Самолет снизился примерно до 13 тысяч футов. В этот момент Зоденхеймер все еще пытался открыть дверь кабины с помощью лома, который бортпроводник принес из задней части самолета, а Любец все еще не отвечал. Он надел на лицо кислородную маску и продолжил снижать самолет. На высоте 7 тысяч футов на борту сработала сигнализация высоты, предупредив Любеца о необходимости поднять нос самолета. Через несколько секунд на высоте 5 тысяч футов правое крыло коснулось склона горы, в результате чего было подрезано. Airbus A320-211 снизился до крейсерской высоты всего 5 тысяч футов с высоты 38 тысяч футов примерно за 8 минут. Всего через несколько мгновений самолет врезался в гору на скорости примерно 648 км в час. Он разбился в 100 км к северо-западу от Ниццы во французских Альпах. Выживших не было. Все 144 пассажира и 6 членов экипажа, включая Любеца, погибли при столкновении. Через несколько дней после крушения пользователи на доске, посвященной бейнпостингу на Эйчан, начали замечать некоторые сходства между аварией и начальной сценой Темного Рыцаря. Начнем с того, что полное название рельса 4U-9525. Напоминаю, в сети бейнпостинг сокращается как 4U. Сам Бейн в той сцене, раскрывая свой план агенту ЦРУ, поделился, что его цель – обрушить самолет без выживших. Собственно, такой же план был и у второго пилота Джерман Винкс. А ближайшее к месту крушения деревни называется Диль Ле Бейн. Но на этом совпадения не заканчиваются. Для дальнейшего объяснения мне снова придется сделать небольшое уточнение. Ни для кого не секрет, что каждая видеозапись, будь то бумеранг дамочки из кальяны или полнометражный фильм, состоит из определенного количества кадров. Стандартное значение на сегодня – 24 кадра в секунду, но на самом деле там 23,976 кадров. Так вот, если мы возьмем самый обычный 90-минутный фильм, то он будет содержать в себе примерно 130 тысяч кадров. Если верить сайту IMDB, то Темный Рыцарь Возрождения Легенды длится 2 часа 44 минуты 32 секунды. То есть в третьей части Темного Рыцаря 9872 секунды или 236 691,07 кадра. Идем дальше. Открывающая сцена в самолете от начала и до конца самой сцены длится 6 минут 37 секунд и 300 миллисекунд или 397,3 секунды. Умножаем на 23,976 и получаем 9525 кадров или 9525. Если это кажется вам притянутым за уши, то я скажу больше. Эксперты из Фочана в своих расследованиях докопались до всего. Например, фразу «Никому до меня не было дела, пока я не надел маску» Пейн сказал на третьей минуте 24 секунде фильма. Катастрофа произошла 24 марта. Или, если переводить на американский манер, 3,24. Вокруг катастрофы и фильма есть множество других совпадений. Самолет упал в 150 километрах от ресторана 4U. Кстати, в тот день погибло 150 человек. Данный инцидент включает в себя множество других совпадений. Одни настолько бредовые, что вся теория о связи Бейнпостинга и крушении рейса 4U-9525 выглядит как злая шутка. Другие же настолько филигранно вписываются в детали произошедшего, что становится жутко. Я не верю в подобного рода заговоры. Ведь некоторые пользователи на полном серьезе утверждали, что Нолан знал о надвигающейся трагедии и таким образом пытался предостеречь народ. Но вот я не понимаю, что, по их мнению, мешало режиссеру-провидцу напрямую обратиться в авиакомпанию. Мне это чем-то напомнило теорию о связи фильма «Назад в будущее» и «11 сентября». Только вместо крышесносной конспирологии я вижу лишь хорошую попытку найти совпадения там, где их изначально не было и быть не должно. Крупные трагедии, особенно совершенные не по случайности, а злоумышленно, всегда привлекали к себе особое внимание. Тут вам и злодей, и жертвы, и куча других сломанных жизней за кадром. Винить в падении 4U-9525 в первую очередь стоит авиакомпанию, которая упустила факт недопуска Андреаса к работе от психиатра. Хотя, скорее всего, в то время не существовало механизма контроля за психическим и физическим состоянием пилотов. Однако факт того, что в наше время подобные случаи сошли на нет, внушает спокойствие. Как обычно, для того, чтобы какой-то аппарат безопасности начал работать, сперва должна произойти масштабная катастрофа. А мемы будут всегда. Всегда найдутся те, кто видит что-то забавное в трагедии других людей. Кому-то же таким образом будет проще пережить личное горе. А третьи будут одержимы абсурдными теориями, без злого умысла. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А я еще напоминаю про лайк и подписку. Также можете заглянуть в описание. Там, помимо материалов к видео, вас будут читать мои другие соцсети. А я, как обычно, не прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!